Здравствуйте! Это кулинарный канал Татьяна и идеи не только. Сегодня у меня еще один рецепт лукового пирога. Я редко нахваливаю свои рецепты, думая, что вы сами разберетесь, что для вас вкусно, а что нет. Но этот луковый пирог, это безумно вкусно! Видели бы вы глаза тех, кто впервые его пробует. В общем, смотрите рецепт, готовьте! И если вам не понравится, можете смело запустить меня своим луковым пирогом. Для начинки луковой мне понадобится синий лук, бальзамический уксус, мед, сахар, белое десертное вино. В идеале, если у вас будет красное, но белое тоже вполне подходит. Также мне понадобится яйца смазывать тестом, растительное масло для обжарки лука, соль и специи. Я возьму прованские травы и смесь специй, кориандр, паприка, куркума, розмарин. Все вместе. Также мне понадобится слоеное, не дрожжевое тесто. У меня тесто небольшого формата и очень тонкое. Поэтому я 4 пласта наложила друг на друга, немного прокатала скалкой и проколола вилочкой. У меня получилась толщина полсантиметра. А также у меня есть форма прямоугольная, прозрачная, для выпечки 25 на 20 сантиметров. Я готовлю начинку. Очищенный лук разрезаю полукольцами. Тонко нарезать не надо. Полукольца должны быть примерно 5 миллиметров шириной. Обжариваю лук на сковороде до тех пор, пока лук не станет полупрозрачным и мягким. Как только лук приобрел нужную мне консистенцию, я добавляю сахар, мед, бальзамический уксус и вино. Не забудьте добавить специи и посолить. Все это хорошенько перемешиваю и даю протушиться на очень медленном огне под закрытой крышкой примерно минут 40. Периодически открываете крышку и перемешиваете лук, чтобы он не подгорел. Через 40 минут лук примерно выглядит вот так. Жидкость вся выкипела. Лук очень мягкий. Это еще не луковый конфитюр, но что-то между жареным луком и луковым конфитюром. Форму я предварительно смазала сливочным маслом. Выкладываю подготовленную луковую начинку. Распределяю по форме и сверху все это накрываю заранее подготовленным слоеным недрожжевым тестом. Еще раз напоминаю, толщина теста должна быть примерно 5 мм. По краям подгибаю тесто под луковую начинку. Излишки теста пока не обрезаю. Смазываю тесто яйцом. Из излишков теста я формирую борта в пироге, так как начинки много. И чтобы пирог после выпекания как-то держался и удерживал в себе всю эту начинку, края надо сделать немного утолщенными. Сверху опять все это яйцом. И отправляю в духовой шкаф. Выпекаю. А, не забудьте накрыть. Не забудьте накрыть все это фольгой. Фольгу снимите минут за 10 до конца выпекания. Выпекаю я около 30 минут при температуре примерно 180 градусов. Через 30 минут пирог выглядит таким образом. Я подожду пока он остынет. Накрою сверху блюдом и переверну его. Так выглядит луковый пирог в готовом виде. Возможно, вам покажется, что вид немного непрезентабельный. Но после того, когда вы его попробуете, все ваши сомнения отпадут напрочь раз и навсегда. Все, кто пробует этот пирог, всегда просят добавки, исключения не было. Этот пирог вкусный как в горячем виде, так и в холодном на следующий день. Даже не сомневаюсь, что рецепт вам понравится. И вы будете неоднократно его печь для своих родных и близких. Готовьте с любовью. Спасибо, что заходите на мой канал. Смотрите видео. Пишите комментарии. До свидания. Готовьте легко и с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok